Мама Мама, в моём крохотном сердечке столько нерастраченной любви. Где же ты, родной мой человечек? Позови меня, родная, позови. Каждому ребёнку нужна семья, каждому ребёнку нужна мама, близкий человек, который обнимет, когда страшно, подскажет, когда непонятно, и разведёт руками тучи, когда кажется, что всё вокруг против тебя. У некоторых детей такого человека рядом нет, но зато есть большая надежда, что в скором времени всё изменится. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами вновь отправимся в Центр помощи детям «Надежда» и, конечно, познакомимся с новыми героями, а точнее героем, мальчиком, которому очень нужна ваша поддержка, которому очень нужна настоящая семья. Но перед этим предлагаю вспомнить детишек из нашей прошлой программы, а для чего сейчас всё объясню. А дело всё в том, что в большой семье Кучуковых пополнение. В первом выпуске мы подробно рассказали вам о братишке и трёх сестрёнках, о том, как Динар, серьёзный не по годам мальчик, любит своих девчонок, как помогает ему вот на днях свою заботу. Ему пришлось умножить надвое. В Центр «Надежда» приехали родные сестрички Кучуковых. Две сестрёнки, Лиана и Самира, четыре годика и три годика, поступили к нам примерно месяц назад. Девочки любят друг друга, заботятся друг о друге. Лиана, которой четыре годика, помогает Самире одеть колготочки, застегнуть сандалики. Всё, что угодно, помогает. Видно, что девочки любят друг друга. Расставание друг с другом для них сложно. В силу своего возраста сейчас девочки живут в другой семье, отдельно от остальных Кучуковых. Но в скором времени их объединят, и они станут единой семьёй во всех смыслах. Ну а пока старший Динар каждый день по нескольку раз навещает малышек, читает им книжки, обнимает и целует. Правда, признаётся, поладить с ними у него получается не всегда. Синий начинаешь играть, а не сразу. Дай мне, дай мне. С ними и правда бывает непросто. Две малышки, две девочки с характером, да ещё и погодки. Пока одна строит, вторая тут же ломает. Пока одна тянется к куклам, другая уже готова поиграть в мяч. Только успевай подхватывать. Оп. Давай. Оп. 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 А говоришь, не любишь. Давай. Лиана и Самира очень контактные дети, общительные. Они любят друг друга и любят всегда быть в центре внимания. И каждую минуту готовы учиться чему-то новому. Любят рисовать. Мы пускаем с ними мыльные пузыри на улице, играем в мячик. Активные игры в приоритете. Детские забавы, горки, карусели, салки. С улицы малышек не затащишь за уши, ведь здесь не только весело и интересно. Здесь можно познакомиться с новыми ребятами. Возьми. Давай. Кстати, нам пора познакомиться с еще одним нашим героем, другом семьи Кучуковых. И так, позвольте представить, Влад Рябов. Этот светловолосый улыбчивый мальчишка в свои 15 лет уже добился множества успехов. Он увлекается и умеет увлекать, обожает творчество, поет, рисует. Но давайте обо всем по порядку. Итак, во-первых, Влад отлично ладит с детьми. Причем не только со сверстниками, он обожает малышей, легко находит с ними общий язык и может запросто организовать для них любое мероприятие. Педагоги и друзья говорят о нем. Он яркий, веселый, мягкий по характеру, но в то же время имеет свою позицию по любому вопросу. И обвести вокруг пальца его непросто. Нельзя так обидеть. На него всегда можно положиться. Ребенок открытый, веселый. Чувство юмора развитого. У него хорошо, даже в какой-то мере тонко развитый. Влад любит читать в основном на его книжной полке приключения, но больше всего, говорит, его привлекают точные науки. Люблю физика, химия, алгебра, геометрия. Мне больше такие по душе нравятся. Там прям точно, там надо заучивать. Ну, мне нравится. Не знаю, даже чем, как-то из-под сердца. Несмотря на это, в будущем мечтает стать хирургом. На вопрос, почему, даже сам себе ответить не может. Не знаю, мне нравится. Что-то заставляет меня туда пойти. Тем более хирург – хорошая профессия. Возвращает людей к жизни большинству. Все эти увлечения Влад успешно совмещает с творчеством. Мальчик отлично рисует самостоятельно. Еще в детстве он изучил светотень и перспективу. И сейчас пишет картины в различных техниках. На досуге ваяет в произведения искусства. Я больше люблю рисовать портреты. Мне портреты больше всего нравятся. С журналов беру, рисую иногда. Ну, как попадется. Этот портрет я рисовал с журнала. Ну, у меня на портреты уходит часа два. Карандашом чаще всего портреты. Да, чаще всего карандашом. Неплохо получаются у него и пейзажи. Но рисовать природу Влад любит меньше. Говорит, больше тянет к людям и к обществу. Отлично получаются у мальчика поделки. Из соленого теста он лепит сказочную красоту. Милых и забавных персонажей. Сначала мы рисовали фон. Фон мы рисовали. А потом уже тесто накладывали. Потом у нас воспитатель покрыл лаком. Мы с интернета находили картинки и делали по образцу. Яркие краски, аккорды любимых мелодий. Музыка – это еще одна любовь Влада. Причем взаимная. Инструменты его слушаются. Музыка играет. Он играет на фортепиано. Он пытался играть на аккордеоне. Но на фортепиано он играет хорошо. Везде нас выручает во всех лагерях, где мы куда бы ни выезжали. Мы всегда занимаем первые места. Благодаря Владу, который выходит на сцену и может сыграть. Любимый композитор Бетховен, любимые произведения, лунная соната и коллизи. Влад признается, эта музыка его вдохновляет. И по вечерам, когда есть время, он садится за инструмент и пишет музыку сам. Вот я, ну не недавно, но уже примерно так давно уже сочинил одну мелодию. Мы ее с учителем назвали «Свет далекой звезды». «Свет далекой звезды» За такие таланты у Влада и наград множество. Это дипломы и грамоты за особые успехи. Вот, например, за актерскую работу грамота. Мы когда на городском конкурсе были. Также за поделки, за разные декоративно-прикладные творческие вещи, можно сказать. А вот и еще одна грамота за победу в конкурсе чтецов читает стихи Влад не просто с выражением, а от всей души. Флаг России триколор, три полоски ловый взор. И у каждой новый цвет, а у цвета свой секрет. Снизу красный, самый яркий цвет побед в сражениях жарких. Русской кровью, что пролитый и народом незабытый. В середине флага синий, словно Волга по равнине. Синеву родимых рек любит русский человек. Сверху будто облака, цвет снегов и молока. Чисто белый мир от свет, говорит он, воинам нет. Активный, позитивный, яркий и открытый. Сам Влад своим главным талантом считает умение дружить. И понятие «друг» для него значит многое. Для меня это тот человек, на которого можно положиться, которому можно доверять не только делам, но и тайны, сокровенные. У тебя есть такие? Да, у меня есть такие друзья. Чем вы вместе занимаетесь? Мы в футбол выходим. Ну, это не футбол, а с мячиком выходим играть. Гуляем. Ну, как обычно и дружно. Как обычно все дружат. Друзей много. Самых близких, конечно, меньше. Как и полагается, с ребятами Влад может часами обсуждать интересные темы, например, политику. Он ей тоже интересуется. Или просто поиграть в мяч во дворе. Правда, парень. Он не спортивный, но поддержать компанию готов всегда. Друзья ценят его за человеческие качества. Позитивный, хороший, веселый. Подкольчивый такой. Если вы готовы стать близким человеком, замещающей семьей для Влада Рябова или для ребят из семьи Кучуковых, обязательно позвоните в Центр помощи детям Надежда. Или лучше приходите по адресу улицы Галиулина, 29-2. Будьте уверены, здесь вас очень ждут и очень на вас надеются. Субтитры создавал DimaTorzok